Уже прошло больше недели с выхода Zephyrost Descendant. Как я уже говорил, для первых впечатлений, игра имеет достаточное количество изъянов, чтобы обозвать её посредственной. Хотя в целом, формилка неплохая получилась, что подтверждается большим количеством игроков, даже с учётом постепенного упада, который можно назвать естественным. Уже было много сравнений этой игры с Варфом, Судьбиной и другими лутер-шутерами. Но в этот раз я хотел пораскинуть мыслями в обратном направлении. Мол, есть ли у The First Descendant некие качества, которые мог бы перенять Варф для улучшения? И некоторые такие элементы есть. Например, местный кодекс. Про врагов тут не почитать информацию, но подробности фарма изложены куда лучше. Почти все вещи содержат их источник, вместе с удобными ссылками на перемещение к этим местам. В ряде случаев игра повещает и про шансы выпадения предметов. Порой и Варф так делает, но подавляющая часть информации про вероятность дропа вещей находится вне игры, что не очень удобно. Местные эндгейм-режимы тоже отображают вероятность наград. В том числе и как шансы меняются для дальнейших ротаций. Есть ещё один приятный фактор в пользу Descendant. В случае провала вы не теряете уже полученные награды текущей миссии. Быть может, что Варфу пора переосмыслить такое наказание для игроков. Ведь могут случаться краши, миграция хоста и прочая катавасия. Если за что и можно ругать Descendant в этом плане, так это за отсутствие механизмов гаранта для фарма. Ибо весь прогресс полагается на удачу, без обещания стабильного прогресса. Надеюсь, что это разрешится после добавления торговли. Крафт в этой игре тоже стоит внимания, как минимум в плане сроков. Здесь они более дружелюбные, чем у Варфа. Например, часть персонажа крафтится здесь 8 часов, а не 12. А полноценный перс требует на сборку 16 часов, вместо 3 дней. Оружие так вообще занимает 4 часа, вместо 12. Хотя есть фактор случайных статов и необходимость слияния нескольких копий. Но всё равно, монетизация Варфа, хоть и является дружелюбной к игроку, на первый взгляд это незаметно игроку-начинающему. Возможность торга открывается игроку намного позже, чем крафт первых вещей. Потому есть смысл сбавить такие длительные сроки, чтобы не отпугнуть людей-начинающих. Тем более, что текущие сроки крафта придумали много лет назад. Хотелось мне и боссов упомянуть. Я уже говорил, что контент этого типа мне понравился больше всего для этой игры. Было бы интересно для Варфа получить боссов такого уровня проработки. Но чем больше я думал о таком, тем больше сознавал, что поезд мог уже уехать для Варфа, который увлёкся казуальным подходом. Если не ошибаюсь, то последний, серьёзный босс, которого мы получили, это сфера эксплуатации, что вышла под конец 18-го года. С тех пор подаются боссы куда проще. Если взять современное положение, то был у нас фрагментированный босс усложнённого плана. Но конкретных противодействий от игроков не требуется, кроме как выживать и наносить урон. Боссы Десендента кажутся более продвинутыми в этом плане, и отчасти потому, что игру продумывали с такими боссами в основе. Вполне возможно, что ДЕ просто решили отказаться от подачи полноценных боссов в стиле идолонов. Мол, не такой контент мы хотим подавать как основной. Таким же образом лишили Варф рейдов. Потому кажется мне, что Варф не сможет принять наработки Десендента насчёт боссов. Но кто знает, что там для 99-го готовят. Что подводит меня к финальному элементу. Это персонажи Десендента, которые выступают людьми. Насколько я понимаю, 99-й тоже будет подавать людей вместо привычных фреймов. Которые тоже будут иметь своё прошлое, взаимоотношения и прочие элементы. Десендент это смог показать в некотором роде. Играбельные прессы появлялись как часть сюжета. Имели много озвучки и даже свои личные квесты. На месте Варфа я бы глянул на подобное и сравнил с протофреймами, чтобы улучшить их подачу. Тот же Десендент слишком дёшево подаёт прессов. Нет почти никаких пассивных анимаций при разговоре. Нет отыгрыша роли. Озвучка часто скучна. Сами персонажи вам никак не помогают в плане геймплея. И побегать за них не дают в качестве пробника. Но здесь таки постарались внедрить играбельных прессов как часть сюжета. Варф такое производит очень редко. Обычно показ фрейма не выходит за рамки его квеста. Типа омбры. Или фрейм вообще никакой лор не получает за свой квест. Типа гаруды. Потому будем смотреть, какие отличия заготовили ДГ для 99-го. На этом от меня всё. Если у вас тоже появились мысли, как улучшить варф за счёт идеи Десендента, буду рад почитать в комментариях. И как обычно, благодарю всех спонсоров за поддержку канала. Всем всего, всем удачи и всем пока.